здорово расскажи пожалуйста как ты готовилась к этой программе как я готовилась к экзамену в посольстве да так чтоб не соврать потому что это было все-таки пять лет назад во первых ну буду говорить за свой экзамен потому что я не знаю может что-то поменялось уже было три экзамена японский английский и математик как я понимаю у них есть какой-то общий балл по которому они судят проходить тебе дальше или нет то есть если ты завалишь математик ночью хорошо напишем английский и японский то но шансов много плюс надо сдавать свой аттестат и все свои документы я думаю тоже определенный балл это имеет определенный вес японский тест по японскому насколько я помню там очень много было именно докая то есть видим на чтение только было помогло знание написать какой иероглиф в основном это чтение и мне так и сказала девочка которая поступила до меня алина зовут вот алина мне помогала даже помогла немного подготовиться поэтому я сфокусировалась на я полгода готовилась к этому экзамену даже не полгода наверное меньше до этого я не знала вообще японский я решила что он хорошо растет чтение я вообще я просто люблю читать и у меня достаточно скажи мне гораздо легче воспринимать информацию на но визуально чем на слух поэтому я решила что я сфокусируюсь на чтение просто выучу все иероглифы и главное понять что там написано ну то есть главное разобраться с импутом а output можно можно было на интервью и на английском говорить но если я думаю все кто изучает языки понимают что самое сложное это не импут самое сложное это аутпута это не понять что тебя спрашивают а ответить на вопросы нормально поддержать беседу а вот потом у меня вообще не было я вообще не могла говорить на японском языке ну я позапоминала и робот и я более не менее понимала чем идет речь то получила грамматические конструкции вот и так я прошла на на собеседование до потому что математику я уверен что я там не очень написала я готовилась она была полностью я даже не помню даже не помню что там было она была достаточно сложная вот ты вот прям выучила так что ты знала их чтение и значение да 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 ну и то есть я могла читать я могу я могла читать текст я могла его понимать я даже пыталась что-то читать на паске у меня были меня не опусываться могла читать и понимать текст я не могла абсолютно я практически не могла говорить и я вообще не могла писать обалдеть ну получилось каждый раз когда я слышу эту историю прямо она меня очень воодушевляет а мне еще просто нравится candy вот я я даже когда училась университете я ну в киотском у нас были ну как кио-юкамоку да кио-юкамоку это разные ну как общее образование да я там ходила на разные курсы по этимологии канди как они появились как они начали иметь то значение которое они имеют сейчас в общем очень интересно я люблю канди поэтому извините я тут немного задрот японской письменности поэтому для меня это не было проблемой мне нам было отмравилось их учить и до разбираться текстами поэтому самое главное это все таки наверное сдать экзамен дальше вот уже мне кажется подготовка сама по себе она не настолько вот сложно да как ее на многие себе представляют что мне нужно идеально владеть японским языком нет тебя просто тебя берут на программу изучению японского языка еще год поэтому на самом а это было исключительно для гуманитариев если ты технарь рекей то тебе надо сдавать плюс к этому дополнительные предметы по физике биологии химии тебе там то вообще можно не знать японский тебя просто берут как потенциального специалиста и обучают тебя японского уже тут если ты хочешь на гуманитарную профессию туда тебе надо сдать японский язык очень интересно получается если кто-то хорошо учится в школе и может наверное да экзамен на английском сдавать верно на английском и знание английского и хорошее знание математики физики других предметов то уже можно даже без знания языка да да но надо помнишь ты поддаешься именно я могу соврать надо посмотреть в документе там все написано они каждый каждый год обновляют на сайте посольства там по-моему есть программа а и программа б программа а это гуманитарные науки плюс экономика там тебе надо сдавать японский программа б это все стороны ты поступаешь на эти программы и это значит что ты потом не можешь поменять то есть если ты сказал что я окей я буду на технической специальности я буду химиком либо каким-то биологом ты поступаешь по программе б ты проходишь потом год обучения японскому и ты должен поступить на химический биологический какой-то технического на какую-то техническую специальность уже дальше в японском вузе то есть ты не можешь поменять посередине пути вот вот как-то спасибо мне кажется это это вообще это самая ценная информация которая кто-то школе ну да а скажи такие вот как ты обосновала свое желание учиться в японии на интервью наверное по-любому спрашивали почему вы хотите учите учиться в японии вот честно просто ну мне кажется что я довольно неплохо могу обосновать вообще разные на таких интервью поэтому я не уверена что именно я говорила потому что я говорила такой и в посольстве потом говорила воскрайниверстие потом киоты и не вяжите потом еще где угодно что именно я говорила ну главное показать свою мотивацию что ты этого хочешь что ты видишь свое развитие как специалиста в японии что тебе это для чего-то люди тебя спрашивают зачем тебе надо люди тебя интервьюируют чтобы понять что в течение этих пяти лет которые ты будешь японии ты просто не развернешься и не уедешь что у тебя достаточно мотивации чтобы пробыть там пять лет и вообще желательно скорее всего для японского правительства до остаться здесь причем быть каким-то квалифицированным специалистом и интернационализировать японскую экономику да это то что им надо как ты это сможешь показать это зависит от тебя но это не сложно что я говорила может быть я говорила что-то про карате наверное говорила что-то про я же хотела быть дипломатом наверное говорю а что-то про отношения украины и японии на то что ну да что то с этим связано что мне интересно развивать политику украины с дальневосточными странами что-то такое я думаю что то это было в развитии политологии и международных отношений честно я не как история меняется мы не сто не меняется это не важно это ведь в университет как бы в любом случае даже сейчас когда мы поступаем в университет нашей стране у нас же ведь нет интервью и мы не должны мы не думаем о том зачем нам это нужно но это скорее исключение знаешь если если кто-либо когда-либо будет поступать за границу в любом университете написать мотивационное письмо я кстати сейчас поступала на nba в университете тоже там надо было написать мотивационные страниц на 5-6 поэтому это распространенная практика но советую погуглить в интернете если честно погуглить разные материалы на английском просто посмотрите как писать мотивационные письма но если вы действительно хотите поступить в японию я думаю у вас есть на это у людей есть на это причины и есть возможность показать что они едут через полгода а если а если есть какие-то сомнения то грамма долгая это сложная программа поэтому может быть она вам и не надо есть такой такой вариант надо четко это тоже очень важно понимать не для всех подойдет а вот скажи пожалуйста ты была вот у тебя есть два образования из украины не расскажи об отличиях в образовании близ плюсы-минусы как ты это видишь отличие образованиях но японии все более организованно более скажем анонимность превыше всего так нет а у меня не было ни одного устного зачета всегда экзамен и все либо экзамен либо репорт и это всегда анонимная система оценивания когда ты не можешь сказать мне не ставьте три пожалуйста это главное отличие еще одно отличие это связь университета с работодателями после уже ну то есть тебе университет помогает устраивать устраивать разные ярмарки профессий и ты этим по коннекшенсам именно твоего университета можешь устроиться на работу спокойно еще отличие очень много возможностей в плане участия в разных моем случае это были легальные кейсы это может быть разные бизнес кейсы это какие-то лидерщик программы какие-то обмены в кейс университете очень много существует программ по обмену сколько я помню но тингемский университет могиле там список наверное из стал университетов пекинский университет ездили друзья вот в основном такие отличия есть свои плюсы если минусы есть вещи которые мне нравятся в украинском университете больше чем в японском и особенно это умение вообще дискутировать какие-то семинары какие-то обсуждения какие-то я бы сказала что в украине гораздо больше развиты всякие комьюнити и всякие скажем ну как знаешь клубы какие-то дебатные клубы по интересам в японии это все я до сих пор не разобралась почему но у них очень специфический национальный характер и тут в принципе отсутствует какие-то какая-то самоорганизация так сказать то есть они либо организованы при университетах либо при школе либо при работодателе либо при там еще чем-то не существует знаешь таких ну как студентские организации вообще в обществе не существует каких-то промежуточных организаций тут есть либо семья либо работодатель а между этим клубов по интересам не знаю клуба клуб любителей вязания или клуб любителей шекспира такого нет ну мне кажется что это связано со специфической истории ну исторически так сложилось японии но это очень это очень это сложно потому что ты часто себя находишь в такой ситуации что тебе несколько поговорить ты ну как бы пару дней не разговаривал с людьми вроде бы ты учишься в университете вроде у тебя сокурсников 300 человек но ты как бы даже помимо не знаешь двести девять и двести девяносто ты не общался с ними никогда а как вот это вот это огромное вместе делаем ну такие люди наверное есть если ты сильно будешь давить на японца может быть он и придет в кафе может быть он из-за тебя делает эту домашку но потом он в овлайне отвечать больше не будет или звонки больше не трубку больше принимать ну да опять же очень в целом я бы сказала что в японии очень слабые слабые связи между людьми очень слабые и даже вот сейчас я занимаюсь как стартап да здесь нет никакого стартап комьюнити бизнес комьюнити никакого нормального обмена знаний обмена знаниями все очень поверхностно и мне это очень не нравится я пытаюсь уже понять причину но с другой стороны мне кажется что здесь огромное поле деятельности для ну к примеру того что я хочу сделать того что я хочу поэтому ну да япония сложная страна однозначно будет ребята которые сюда поступят однозначно будут испытывать и одиночество и экзистенциальную проблему аля зачем я все-таки сюда поступил поэтому да слабо не на миссия на самом деле вот мне даже интересно что тебе помогло вот да продержаться вот все эти пять лет потому что ну можно было ведь уехать уже очень много раз тем более есть куда есть образование в украине вот что тебе помогло продержаться почему ты все еще здесь ну во первых ты не очень права что есть куда нет куда уехать куда я уеду все-таки в экономическом плане здесь гораздо больше оппорчинити да здесь гораздо больше возможности поэтому уехать некуда уехать надо либо только дальше только в другую сторону чтобы ехать куда другую страну нужно поставить что мне помогло мне помогло у меня много друзей иностранцев у меня есть некоторые друзья японцы мне помогли люди из которыми я училась первый год первое второе мне помогла какая-то деятельность ну как я сказала я не знала что делать поэтому я начала делать все сразу это мне очень помогло когда ты себя чем-то занимаешь у тебя нет мыслей таких экзистенально депрессивных знаешь вот второе и третье ну как бы я поставила перед собой цель и я знаю что я хочу этого достичь вот и я думаю это то что мне очень сильно помогает то если бы я здесь не знала бы изначально что я хочу делать наверное я думаю я подседу что то есть действительно цель вот мотивация самого в самом начале да почему вы хотите учиться о ней очень важно для себя это понять да очень я бы сказала вот действительно сесть и не просто написать красивый эссе хотя всегда можете написать красивый эссе как мотивационное письмо то есть действительно подумать а зачем мне это надо сесть посмотреть а что в основном делают люди которые вас прошли через эту программу кем они сейчас являются в обществе хочу ли я делать то же самое посмотреть не только позитивно посмотреть негативные отзывы про японию ну как бы вообще очень неплохо планировать свою жизнь на пару лет вперед а особенно когда вы подписываетесь подписываетесь и комитетесь на какую-то программу на 5 лет это очень важно я этого ничего не сделала я ни разу не была в японии до того как я сюда приехала я не смотрела ни видео не сильно я просто сказала что окей я я хочу поехать учиться за границу будет япония ладно япония whatever знаешь это это была ошибка вот поэтому не повторяйте чеших ошибок на самом деле я тебя по тебя очень понимаю у меня была просто как вы рассказывали свои истории у меня настолько отзывается это тоже в душе но твой опыт он он гораздо более мощный более сильный потому что первый год знаешь как окунуться воды на тебя это уже было сразу погружение и пять лет ты на самом деле настоящая умничка спасибо но так сказать что подтвердить мои слова цифрами из 50 человек которые учились один год высокая университет вместе уже уехала просто развернулась и уехала где-то 7 8 человек просто никто не закончил университет один бразилец помню инженер учился сказал что он хочет иметь лучший ресторан в бразилии развернулся развернулся уехал в федеральную школу девочка из миландии вообще сказала она в то да и поступила сказала что да вы что низкое образование гораздо лучше что я здесь вообще теряю время развернулась и уехал это все как бы как это это все является опытом да когда вы целый год два прожили в какой-то стране но когда время такой ресурс ограниченный поэтому на это тоже можно посмотреть как некоторые люди здесь потеряли один два три года скажи пожалуйста о бизнесе который ты делаешь сейчас что тебя привело к нему какая есть подоплека очень интересно так ну мы создаем мы создаем приложение и веб-сервисы на данный момент мы работаем особенно в сфере женского здоровья а у нас был сервисы для ментального mental support до психологической поддержки это была женщина которая пытается забеременеть беременность и уже мам сейчас мы разрабатываем приложение в как-то называется как вертилити то по сути в японии очень много людей страдают от бесплодия лечение стоит очень дорого мы говорим о 100 200 300 тысяч долларов вот возраст женщин которые хотят завести семью поднимается рынок увеличивается и япония кстати не помню кто на первом месте японии корея является самым большим государством самым большим количеством людей которые находятся вот в этой с в этом периоде лечение от бесплодия да и мы создаем приложение чат-бот которые будут помогать тебе лучше понимать свое тело психологи лучше настраивать тебя психологически рассказывать тебе как правильнее питаться какие правильно делать упражнения и так далее то есть это персонализированная такая туза для для того чтобы вы смогли завести семью также это будет для молодых девочек которые это используют как естественную контрацепцию и так далее в общем это полностью сфера женского здоровья нам это сейчас очень интересно потому что в азии как ни странно это называется контек в мэйл технологии в азии это сильно отстает и мы видим очень большой потенциальный рынок и вообще мы планируем как компания развиваться в айти сфере в японии вот создавая очень много приложений для абсолютно разных ну скажем для разных потребностей да вот как-то так скажи пожалуйста это вот опыт это твой какой-то вот опыта какое-то одиночество в японии и который помог тебе тебе осознать что ты хочешь на мамашке женщина на таком более эмоционально психоэмоциональном уровне как тебе сказать невозможно выделить что это только мой опыт или не мой опыт потому что это всегда очень много элементов связанных как я сказала я например в один год участвовала в программе когда нас водили к кремниевую долину и мне это очень понравилось в гугле в apple было очень интересно инновации новые какие-то горизонты это интересно плюс интересный момент это социальный бизнес это бизнес который также приносит положительные изменения в обществе мне вообще очень нравится этот концепт что ты вроде бы делаешь что-то хорошее но при этом строишь на этом бизнес создаешь рабочие места и сильную команду классных специалистов плюс ко всему этому мы видим что ну есть экономическая партия да как я сказала этот рынок в азии не до разных ну и может быть да действительно какие-то мои скажем не обязательно не обязательно мой личный опыт но это может быть опыт общения с другими японками опыт вообще существования в этом обществе когда ты понимаешь что тебе если ты поступишь большую корпорацию скорее всего тебе до того как ты пройдешь продвинешься до какой-то позиции менеджер менеджером во первых тебе надо очень много работать во вторых как женщина тебе это будет в два-три раза сложнее чем если чем японцам мужчинам да скорее всего это такая комбинация этих факторов которая позволяет найти какую-то знаешь на стартаперском сленге это называется боль да боль пользователя и ты чувствуешь что вот да японские женщины у них есть это боль у них есть потребность в таком ну да у них есть мы нашли их потребность мы нашли то что им сложно дается что вызывает проблемы в их жизни поэтому можем помочь скорее вот такой процесс мышления да просто хочу подытожить нашу встречу что вот аня просто уже имея на самом деле потенциал потенциал и силы воли поступила на одной из самых сложнейших программ в японии на долгий период времени и уже под конец этой программы нашла на то что тебе хотелось бы заниматься больше всего и у тебя уже свой бизнес у тебя уже своя команда и ты видишь как ты хочешь развиваться и перспективы в будущем вот как ты думаешь это все было реально благодаря японии смогла бы ты получить этот опыт находясь в украине нет это сложный вопрос из разряда философских но по крайней мере я уверена что раз у меня такое получилось японии то я могу сделать такое где угодно я чувствую что я чувствую что раз да скорее всего эта страна вас воспитала во мне очень много дисциплины и очень такой скажем железный подход к решению проблем потому что ты либо решаешь либо ты участвуешь где-то либо что-то делаешь либо ты возвращаешься едешь поэтому я не знаю случилось бы такое со мной в украине но в принципе я не жалею что со мной такое случилось в японии потому что как я сказала это это такая огромная школа что я бы я я бы наверное не получил как-то так я большое за твое время это определенно поможет я думаю что многим это будет очень интересно многих воодушевлит эта история она очень уникальна мне она очень очень нравится спасибо большое что спасибо